Доброе утро! Доброе утро всем, кто в эти минуты присоединился к нам на канале Россия. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают участковые и уполномоченные Министерства внутренних дел России. О том, как сегодня живут наши участковые, как несут свою службу, мы расскажем сразу, после прогноза погоды на нашем канале. С вами Галина Алиева. Не переключайтесь, мы вернемся в студии через минуту. Субтитры предоставил DimaTorzok Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем телевизионное утро пятницы. И сейчас мне хочется сказать, что я всегда испытывала какой-то особенный трепет перед мужчинами в форме, в форменном кителе. И вот сегодня такие ощущения нахлынули вновь, потому что в гостях у меня замечательный человек. Это Кималбек Мурзевич Гербеков, начальник отдела организации деятельности участковых и уполномоченных полиций и подразделений по делам несовершеннолетних МВД России по Карачаевой Черкесии. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Сегодня ваш профессиональный праздник, с чем я от души вас поздравляю. Вашим лицам всех участковых и уполномоченных Карачаева Черкесии возвращайтесь со службы живыми, здоровыми в своей семье, к своим родным. И чтобы вас никогда не настигало разочарование выбранной профессии. Спасибо. Спасибо вам. Поговорим сегодня о вашей службе, поговорим о том, как сегодня живется нашим участковым. Для начала вопрос, хватает ли сегодня участковых и уполномоченных в республике? Все ли административные участки имеют такого хозяина своего? Спасибо за вопрос. На сегодняшний день, да, у нас имеется вакантные должности более 20 человек, то есть где-то около 15% у нас недобор, некомплект, такого у нас не было. Да, работа у нас действительно трудная, тяжелая, работа с населением, и не все сотрудники могут данную нагрузку выдерживать. В связи с чем идут плохо сейчас нам на службу. Ну вы очень давно уже находитесь на этом посту руководителя с этой службы. Как на ваш взгляд, если проанализировать, почему не идут на службу? Потому что тяжело именно психологически выстраивать отношения с людьми? Ну, в основном да, это количество совершаемых правонарушений, преступлений, каждым годом потихоньку увеличивается, нагрузка на сотрудников увеличивается. Соответствующим образом в дальних районах республики, например, кроме участкового, нету других представителей власти, где он должен проверить и оружие, должен проверить и лиц, уклоняющихся от призыва, также правонарушителей, преступников. В связи с этим, в основном, я думаю, это психологическая нагрузка, которую не выдерживают участковые. И соответствующие требования к участковому, они должны быть грамотными, должны быть коммуникабельными, чтобы сглаживать соответствующие трения в среде населения, среди соседей, в основном. Ну, конечно, мы можем сегодня легко назвать участковых и уполномоченных тем связующим звеном, который связывает органы Министерства внутренних дел, силовые органы, с населением. Это вот то звено, без которого никак сегодня нашу жизнь не представишь. Вот вы говорите о нормах. Какими качествами должен быть сегодня наделен участковый и полномоченный? Какое образование у него должно быть? Ну, участковый должен быть сам по себе, морально-нравственные качества должны быть высокими. Он должен иметь высшее юридическое образование. Кроме того, должен быть коммуникабельным. Участковые, да, это те сотрудники, которые связывают население и органы внутренних, вообще органы власти. Мы, это показывает то, что в каждом населенном пункте у нас имеются служебные кабинеты сотрудников участковых, либо участковые пункты полиции, куда любой человек может обращаться с любыми вопросами. Если вопросы не касающиеся службы участковых, мы их направляем в соответствующие органы власти управления. При получении какой-то информации, требующей дополнительной, более тщательной, глубокой проверки, мы соответствующие передаем подразделениям МВД и другие структуры. Но чтобы людей правовое просвещение проводить с людьми, он должен быть соответствующий, сам не допускать такие нарушения. Кроме того, участковые полномоченные проводят индивидуальную воспитательную работу с лицами, состоящими на профилактических учетах. У нас есть такие категории. В соответствии с данными приказами, участковые полномоченные полиции ежемесячно, ежеквартально проводят соответствующую работу, которую он отражает документально. А также он должен уметь обращаться с оргтехникой, где компьютерами передается информация, регистрируется, фиксируется и сохраняется. Если взять, допустим, 9 месяцев текущего года, скорее всего, уже итоги какие-то есть. Вот какое количество преступлений совершилось и было раскрыто? И какого рода преступления сегодня совершаются? Вот именно административного характера. У нас в текущем, за 9 месяцев текущего года, каждое четвертое преступление раскрывается сотрудниками участковых, уполномоченных. И совершает в основном имущественного характера преступления. Это кражи? Кражи, грабежи, мошенничество. Последние годы у нас идут проблемы с мошенничествами, интернет-мошенничество, где сотрудниками участковых в целях профилактики данного вида преступления роздано уже более 70 тысяч буклетов населению. Также в ходе проведения профилактических обходов ежедневных, каких-то собраниях населения, мы данную информацию в обязательном порядке доводим. Также инициировали и ставили билборды в населенных пунктах по средствам массовой информации, по интернету. Мы ведем данную работу и продолжаем. В данной работе участвуют не только участковые, а также и другие подразделения МВД, и также органы местного самоуправления. Вообще, конечно, кибермошенники, телефонные мошенники – это просто бич нашего времени. И сколько мы не пытаемся доносить информацию, чтобы обезопасить наше население, вы иногда ужасаешься, какие суммы люди умудряются переводить этим самым мошенникам. А найти их, к сожалению, не так просто. Да, очень большая работа проводится по установлению данных граждан. В основном данные граждане совершают преступления за пределами республики, из мест решения свободы. И вот оперативные сотрудники МВД выезжают в командировки, и мы там по месту тоже оказываем содействие. И общими силами у нас раскрываемость данного вида преступления сейчас на положительном уровне по сравнению с Россией. У нас намного выше. Вот в нашем доме, где я проживаю, висит табличка с указанием номера телефона для связи с участковым. Я могу позвонить 24 часа в сутки, или есть какой-то определенный временной отрезок? Ну, у нас ненормированный рабочий день. Любой день практически. Ну, по закону два выходных имеются. Но, однако, в случае надобности, участковый всегда выходит, выезжает. Ну, вот по Черкесску, да, там, например, какой-то наряд придет к вам. А если, например, в дальних селах, где дальше. Кроме участковых, кто может туда прийти? Это может там незначительное какое-то, да, и поднимать весь наряд и отправить туда, а в случае совершения какого-то преступления уже квалифицированной следственной оперативной группы не будет. Поэтому мы поднимаем участкового. Участковый – это, своего рода, такой универсальный солдат, да? Который в случае совершенного внезапного преступления должен прибыть на место и какие-то свои... Прибыть, зафиксировать, в соответствии с законом о полиции, принимать меры по сохранению следов преступления, принимать меры задержания преступников. То есть перечень вопросов, которые он должен решить, у него это все есть, он это все знает. У нас еженедельно проводятся занятия. Мы до службы участковых доводим все новшества нормативно-правовые. Также проверяем знания. Ежеквартально они сдают зачеты, соответствующие по физической подготовке, по знанию законов и тому подобное. Но вы довольны личным составом? Личный состав у нас, да, действительно, на сегодняшний день боевой. Могут решать задачи, поставленные руководством, и решаем. Хочу отдельно поблагодарить главу республики, который уделяет внимание данной службе. В этом году около 80% всех участковых пунктов полиции, служебных кабинетов, все были отремонтированы и приведены в идеальное состояние. Также участковые и полномоченные полиции на сегодняшний день в техническом плане оснащены лучше всех по СКФО. Ну, это здорово. Материально-техническое обеспечение очень высокое. И компьютеры есть, и автотранспорт, и радиосвязь, мобильные телефоны. Мобильные телефоны, которые указывают в этих информационных листах, они сюжетные, прикрепленные к данному административному участку. То есть участковый не платит за тот связь. И она является, как по всей России, может с другими участковыми также связаться и решать служебные задачи. Это замечательные условия для службы. Да, условия есть, все есть. Но пока молодежь в основном как-то не идут к нам на работу. Ну, там соответствующие требования, конечно, и в психологическом плане, и в физическом, и в знании. Но мы ведем работу по комплектованию соответствующую среди населения и среди сотрудников. Я думаю, к концу года данный этот брешь мы будем... Закрывать. Ну, если не до конца закроем. Прикроете. Прикроем, да, до половины, я думаю, хоть. Ну, для меня особенная тема – это женщины в органах внутренних дел. И я знаю, что в республике четыре женщины участковые и полномоченные. Да. Как вы относитесь вообще к тому, что в вашей службе есть дамы? Женщины, они намного дисциплинируют личный состав. Они становятся подтянутыми. Ну, соответственно, женщины, как обычно, всегда опрятны. Приятно на них смотреть. Красивые они у нас. Девчата очень толковые. У нас вот Лукьянова, например, выиграла конкурс народно-участковый, где все, ну, процентов 90 жителей ее административного участка ее знают. И соответствующим образом по интернету она получила максимальное количество голосов. Они у нас работают добросовестно. Нарекания практически не имеют. Единственный недостаток, это вот ночью происшествия, конечно, мы от них их самих и отправим. Не отпускать. Не хотим отпускать. И вот это единственный, может быть, недостаток. А так они и сведения своевременно заносят, и все, что должны делать по служебным обязанностям, делают своевременно, и нареканий абсолютно нет. Спасибо большое к Инне Лукьяновой. Накануне нашей с вами встречи съездила моя коллега Мадина Лайпанова. И вот мы решили с ней точно познакомиться. И сейчас я предлагаю посмотреть сюжет из-за станицы Крдоникской. Давайте посмотрим. Служить России и закону. Для старшего участкового уполномоченного полиции Инны Лукьяновой – это не просто слова. Свой путь в органах МВД эта хрупкая с виду женщина начинала в далеком 2006 году. Теперь же она несет службу уже в звании майора. А совсем недавно Инна была признана народным участковым в нашей республике. Для меня было неожиданно, что я буду участвовать в конкурсе народной участковой. И когда я победила, заняла первое место по республике народной участковой, мне было очень это приятно. Еще раз повторюсь о том, что спасибо большое народу, который голосовал за меня, верил в меня, доверял мне. Благодаря своему профессионализму и человеческим качествам она является ярким примером не только для жителей родной станицы Крдоникской, но и для своих сослуживцев. Как, например, для лейтенанта полиции Юлии Крапивко, которая знакома с сыной не так давно, но уже успела по-настоящему подружиться с коллегой. Я в органах по сравнению с ней не так уж давно работаю. И, конечно, бывают такие моменты, когда я сталкиваюсь с этим впервые. Она, так как работает здесь очень давно, если я не ошибаюсь, 17 лет где-то участковых, вот, она уже знает многие моменты, сталкивалась с различными ситуациями. Она, конечно, подскажет, поможет, никогда не оставит в беде. Сейчас очень мало найти таких сотрудников, которые так ответственно и добросовестно выполняют свои должностные обязанности. На административном участке Инны Лукьяновой проживает более трех тысяч граждан. И каждого из них она знает в лицо. Собственно, как и они своего участкового. Многие помнят нынешнего майора со времен, когда она была маленькой девочкой и только мечтала о службе в органах. Инна в буквальном смысле выросла у них на глазах и стала настоящим хранителем правопорядка в родной станице. Я здесь, на этом поместье, живу уже около 20 лет. Она, как говорится, росла нам в наших глазах и училась, как говорится. Мы тут все присутствовали, знали об этом. Поэтому девочка очень ответственная, очень внимательная. Вот все в ней отзывается, представляете, она отзывается и на радость, и на беду. И, ну, в общем, она очень положительный человек во всех смыслах. Она постоянно общается с людьми, постоянно с положительными, неположительными. Но все именно ложится на ее плечи. Она за всех в ответе у нас. Поэтому она именно народный, участковый, и мы ей очень гордимся даже. Гордится Инной и ее супруг Сергей, который, кстати, тоже полицейский. Свою супругу он всегда поддерживает и считает ее не только профессионалом своего дела, но и замечательной женой и, конечно же, матерью. Как человек добрый, отзывчивый, всегда придет на помощь, никому не откажет. Очень лояльно ко всему относится. Очень хороший человек. Просфинальной точки зрения она знает свою работу. То есть она уже не первый год работает. Знает свой участок, знает население. То есть свою специфику работы она знает на пять. То, как она выкладывается на работе, то, как она этой работе себя посвящает. То есть она постоянно больше на работе. Конечно, знал, что... Ну, не знал, уверен был, что она победит. Но когда она победила, конечно, это было радостно. Гордость какая-то за нее. Ну, то, что она вышла победителем в этом конкурсе. Сейчас чета Лукьяновых воспитывает двух дочерей. А совсем скоро у них будет прибавление. Ну, а пока они находятся в счастливом ожидании сына, Инна продолжает работать, помня, ради чего она когда-то пришла на службу. Служба участковых для меня, как бы, на данный момент она несложная, так как мне нравится общение с гражданами, помогать им в трудную минуту. Работать участковым, это напрямую связано с общением с народом, с людьми, помогать им решать их проблемы, там, семейно-бытовые, конфликты, разные ситуации ихние. После победы на региональном этапе конкурса народной участковой проходило голосование уже на федеральном уровне. Результаты по нему пока еще неизвестны. Но независимо от исхода, старший участковый уполномоченный полиции, майор Инна Лукьянова и дальше будет служить России и закону. Вот такая у нас Инна Лукьянова, которая выдвигалась и абсолютным, наверное, большинством голосов все-таки будет носить звание лучшей народной участковой уполномоченной. Спасибо большое. В вашем лице слова благодарности сегодня, я думаю, прозвучат в адрес очень многих ваших коллег. Спасибо вам. У вас тоже есть возможность сегодня поздравить их. Спасибо за предоставленное слово. Хочу сердечно поздравить своих коллег, их семьи с столетием юбилеем службы участковых. Желаю всем здоровья, счастья, домашнего благополучия, карьерного роста и всего хорошего. Спасибо большое за то, что вы стали сегодня гостем нашей утренней программы. Спасибо за рассказ, за информацию, полезную в том числе. Я тоже, от всей души, еще раз поздравляю вас с этим праздником. И пусть ваши коллеги никогда не разочаровываются в своей службе, в своих коллегах, в выбранном пути жизненном. Спасибо. Это та служба, которая именно должна помогать людям напрямую, без посредников. Спасибо вам за популяризацию нашей службы. До следующих встреч. До следующих встреч, сказал мне Кемал Ербеков. Я же говорю вам тоже. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Сразу после нас программа про здоровье. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.